Великого озера Байкал Духи предков отметили будущего шамана, дав безошибочный знак – шестипалость, что считается у бурят свидетельством особого предназначения. Теперь к Валентину съезжаются люди со всего мира. Его послушать о себе, рассказать – вот и мы побывали в гостях у шамана накануне главного праздника всех монгольских народов – Цагалгана, что в переводе означает «белый месяц», начало нового года. Валентин встречает нас у юрты, где он обычно принимает посетителей и совершает обряды. Внутри тепло, светло, удобно. Эта юрта – отражение самого ее хозяина. В ней свидетельство обычаев XX века с его стремлением к комфорту, диваны по периметру, где в прежние времена лежали бациновки и шкуры дверей, окна в центре, печь. И здесь же древние традиции. Шаманский посох – старинные обрядные атрибуты. И век новый, в котором сибирские народы ждут своего духовного возрождения. Оно уже началось. Такие люди, как Валентин, и доказательства этого грядущего возрождения, и его проводники. Валентин бросает в огонь горсть сухих трав, распространяется приятный запах, в котором угадываются нотки богатейшего байкальского разнотравья – чабреца и бескрайней степи. Шаманский бубен звучит глупо, голос шамана, как порывы ветра, то усиливающиеся, то затихающие, и с новой силой, разрезающие воздух вокруг. Год будет необычный и неровный, говорит Валентин, когда мы усаживаемся по беседам. «Предсказания мы не даем. Это астрологи-гадатели вам будут будущее угадывать. А мы только просим наших предков о помощи, довидим их откликнуть. И они говорят, что в 2018 году закончится период ухудшения экономики нашей страны, а с августа-сентября начнется медленный подъем. Россия такая страна, которая нужна всем, всему миру. Потом будет 2019 год, и будет уже хороший подъем. Главное, чтобы не было войны, которая творится в мире. Чтобы она к нам не пришла. Самое шумное, что будет в этом году, это выборы президента. Альтернативы Путину нет. Просто нет другого человека, который мог бы сейчас стать у руля и безопасно провести страну через это непростое время. Потом, поразмыслив, добавим. Был бы Примаков живой, да молодой, наверное, тоже смог бы. Реально, стране нужен руководитель, который держит руку на пульсе. Собчак не успеет справиться со своим антирейтингом. И времени не хватит переубедить людей, что она уже не из дома два, что она ответственный политик. Валентин считает, что политика – важная составляющая нашей жизни. Примеры постоянно на виду у всех бурят-монгольских племен. Это прежде всего Чингисхан, которого и Валентин, и многие его соплеменники боготворят. И полагают его в первую очередь тонким политикам, а уже потом великим воинам. Не было никакого иго, машет на нас рукой бурятский шаман. Это было правление не хуже Рюриковичей. Не ломали духовную и культурную основу русского народа. Не лишали его собственной государственности, самобытности. Чего не скажешь о западных славянах, которые до сих пор себя найти не могут. И хотя шаман говорил, что ничего не предсказывается, сказал нам то, что знает. Владимир Путин заключит союзы со всеми странами, и наша страна резко поднимется в хозяйственном плане. Нет, это не фантазии в военно-промышленном комплексе. Мы уже всем показали, как умеем работать, говорит шаман. Шаман – это не колдун, это хранитель традиций, говорит Валентин. Не все знания удалось принять и донести до наших времен. Ведь кроме мудрой бабки были и советская школа, и армия, и работа на производствах. Но пуповина привела назад, к родной земле. То, чего нет в виде знаний, приходит само. Но Валентин делает так, как диктует внутренний голос, и он ни разу не обманул. Возможно, это гены или головы предков, которые у шамана на божнишке. Теперь главное дело его жизни – хранить традиции своего народа, передавать их окружающим и просить предков о помощи, когда она нужна людям. Будь то обряд на здоровье или общее благополучие страны. Сагалган, праздник белого месяца – лучшее время для таких ритуалов. Удачи! Спасибо вам! Пусть на работе в доме и жизни будет все благополучно! Спасибо вам! Спасибо! Удачи! Спасибо! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok